815 семей вывели из социально опасного положения на территории региона. Такие итоги летней оздоровительной кампании озвучили на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних. В ней принял участие уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Подробнее о визите детского омбудсмена смотрите в нашем сюжете. Занятость подростков в период каникул. Основная тема заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних. По словам главного детского омбудсмена, именно в это время в России и увеличивается количество преступлений. Свести к нулю эту цифру невозможно, но можно значительно уменьшить, заняв подростков в свободное время. Говорит Павел Астахов и о проблеме детской беспризорности. Положительную динамику видят в увеличении приемных семей. В числе регионов лидеров называет Саратовскую область. Количество детей-сирот за три года сократилось вдвое. Если взять, например, детские дома, три года назад в 12 детских домах было 440 детей-сирот. Сейчас в 7 детских домах их всего 200. Поэтому, видите, два раза только число детей-сирот в детских домах уменьшилось. Ну и самое главное количество устроенных в семье детей-сирот последние три года стабильно превышает число выявленных детей-сирот. Помимо совещания, так сказать, со взрослыми, это правозащитники из 83 регионов страны встречаются уполномоченные и с детьми, у которых к Астахову совсем не детские вопросы. Самое главное делиться с окружающими теми мыслями и проблемами, которые сами нас волнуют. Вопросов к амбудсмену действительно много. О такой должности многие дети совсем ничего не знают, как и не знают о законе. Детский правозащитник убежден, их правовую образованность нужно повышать. Но не в школах. Лучше это делать на наглядных примерах. Потому что есть все-таки программы, есть возможность факультативного изучения. Надо сделать так, чтобы детям было интересно остаться, когда приходит, например, красивый, подтянутый в форме полицейский или прокурор. И красиво, умно рассказывает, заинтересованно о том, что такое вообще закон, что такое преступление, как может сложиться ваша жизнь, если вы вдруг оступились, нарушили закон. В завершении своего визита уполномоченный по правам ребенка отметил. Саратов – один из немногих регионов, откуда ему практически не приходят жалобы. А это значит, со всеми проблемами в состоянии справиться специалисты на местах. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.